добрый день скажите пожалуйста или дайте знать меня все слышно видно все хорошо спасибо анастасия добрый вечер еще раз меня зовут никитин максим я сегодня проведу прямой эфир на тему почему психологу работать важно работать легально ну и еще остановлюсь на нескольких вопросов именно которые возникают в деятельности психолога или другого практикующего помогающего специалиста в частности на договоре оказания услуг то есть на том договоре который можно заключать с клиентом немножко расскажу о себе мой стаж юридической работы более 20 лет с 2009 года я адвокат получил статус адвоката адвокат московской областной палаты адвокатов и специализируюсь на гражданских спорах также на спорах в сфере семейного права и защиты прав дольщиков по строительству жилья вообще сфере недвижимости и также защищаю свои доверители по уголовным делам то есть работаю как адвокат по уголовным делам почему именно я веду этот курс вот для психологов почему надо работать легально и вообще в принципе по другим вопросам деятельности психологов так получилось что где-то еще лет пять десять назад многие психологи насколько я знаю и насколько я общался они работали без всякой регистрации то есть фактически они работали нелегально да некоторые были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели но таких было немного и где-то вот лет наверное пять назад 2017 2018 мне прям стали обращаться люди психологи ну там и через знакомых и напрямую и спрашивать как нам все-таки узаконить свою деятельность потому что все таки естественно они понимали что они берут деньги они получают некий доход соответственно они никак не зарегистрированы не платят налоги и все это у них вызывало некоторые вопросы и сомнения тогда единственным выходом было это регистрация в качестве индивидуального предпринимателя но люди как-то сомневались не хотели они думали что это как-то сложно там нужно сдавать отчетность как-то проводить платежи коммуницировать с налоговой инспекцией потом был страх что вот особенно у тех кто только начинал свою деятельность мы сейчас вот ну скажем так засветимся перед государством потом у нас дело это не пойдет а уже о нас будут знать очень много всяких страхов страхов но и в то же время был страх именно то что они работают нелегально без всякой регистрации то есть вот с одной стороны они не хотели узаконить свою деятельность другой стороны это было сложно и ну как-то непонятно плюс тогда нужно было ну и сейчас нужно естественно платить взносы социальные фонды пенсионный фонд тогда это не было там 50 тысяч рублей но все равно было там 35 или 37 не помню тысяч рублей конечно там начинающему психологу который только начинал свою практику еще хватит какие-то дополнительные нести расходы было не очень удобно но тем не менее другого выхода у них не было потому что ну то есть либо ты регистрируешься как индивидуальный предприниматель либо ты работаешь нелегально ну просто не было ну конечно был какой-то экзотический вариант что просто как-то учитывать также непонятным образом свои доходы потом сдавать декларацию в конце года и платить как все люди 13 процентов доходного налога но конечно так никто не делал затем в 2018 году приняли закон о налоге на профессиональный доход как ну как все его знают закон о самозанятом и соответственно процедура регистрации упростилась и я знаю что многие психологи и другие помогающие специалисты они зарегистрировались в качестве самозанятого и соответственно стали работать уже официально легально платить налоги и все у них нормально стало соответственно почему вообще этот вопрос мы обсуждаем и я всегда обсуждаю на своих вебинарах или семинарах потому что вы как психологи или там другие специалисты в любом случае осуществлять предпринимательскую деятельность у нас понятие предпринимательской деятельности закреплено в гражданском кодексе и предпринимательской деятельности это сейчас я даже прям зачитаю где-то у меня это предпринимательская является самостоятельной осуществляемый на свой риск деятельность направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом продажи товара выполнение работы или оказания услуг лицами, зарегистрированной в качестве, в этом качестве восстановленном законном порядке. То есть, понятно, вы оказываете услуги систематически, получаете деньги. Ну, тут слово прибыль используется не в бухгалтерском каком-то понятии, но имеется в виду, что вы получаете доход. И, соответственно, вы никак не зарегистрированы. Соответственно, в настоящее время, чтобы осуществлять законную предпринимательскую деятельность, вы можете зарегистрироваться либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо в качестве самозанятого, если мы говорим о частно-практикующем психологе. Конечно, третий вариант официальной работы – это обычная работа по трудовому договору в каком-то там центре, клинике, организации, в общем, в любом другом официальном месте с официальным трудоустройством. Это, естественно, тоже официальная работа. Но если мы говорим о частно-практикующем психологе, то только два варианта, либо самозанятость, либо регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. Также мы все понимаем, что отдельно взятый человек, он не сильно заботит или интересует наше государство с точки зрения его официальной работы, с точки зрения уплаты налогов, потому что предоходит 100-200 тысяч рублей в месяц, суммы реально мизерные в масштабах страны, в масштабах бюджета, и никто не будет там следить за таким психологом, проводить проверки, куда-то его вызывать. Но, соответственно, возвращаясь, с чего я начал, когда таких специалистов стало большое количество, это не только психологов, но и других. Соответственно, и сумма неполученных доходов заинтересовала наше государство. И что оно предприняло? Первым делом, конечно, это принятие, как я сказал, закона о налоге на профессиональный доход в самозанятых. Его приняли, большое количество видов деятельности включили, которым можно заниматься, и платить, в общем-то, небольшую ставку налога, наверное, вы знаете, или если вдруг не знаете, это 4% от дохода, полученного от физических лиц, и 6% от дохода, полученного от юридических лиц. Скажем так, ну, даже у нас в стране это какой-то минимальный, совсем минимальная ставка налога, потому что все остальные люди платят, как вы знаете, 13%. Ну, скажем, вот мы адвокаты, я тоже плачу 13%, я не могу стать самозанятым, там, прямой запрет в законе. Ну, вот, нас обделили. Ну, и, соответственно, идеально предпринимателю я, кстати, тоже не могу зарегистрироваться, у нас там отдельный статус. Но вы, как психологи, можете зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить вот этот небольшой налог. Что еще может сделать государство в будущем? То есть, если отвечая на вопрос, нужно ли работать легально и почему вообще нужно работать легально, соответственно, оно может создать или соединить базы налоговой и базы платежей, операции, которые у вас вообще операции, которые у вас проходят по банковским картам. Ну, до настоящего времени пока это не сделано. Может быть, вопрос в какой-то технических причинах, может быть, вопрос, что если это все будет автоматизировано, то, естественно, это автоматом затронет, скажем, тех граждан, которые не хотят, чтобы их это затронуло. Но, тем не менее, возможно, мы придем, как есть в некоторых странах, к умененному налогу на доходы. Соответственно, будет налог высмотреть. Ты за прошлый год заплатил с налога 100 тысяч рублей в месяц, а у тебя обороты по картам прошли 200 тысяч. Ну, всякие там траты, платежи, неважно, какие обороты. Соответственно, будь добр, еще со 100 тысяч заплати налог. Ну, если ты не согласен, там в отдельном порядке, индивидуальном, иди в суд и доказывай, что это не твой доход. Возможно, это будет принято. Ну, возможно, нет. Потом вопрос работы агрегаторов. Не знаю, там, пользуетесь вы услугами агрегаторов при поиске клиентов? Не пользуетесь? Ну, я знаю, многие психологи пользуются. И, возможно, агрегаторы примут такое решение или им государство скажет принять такое решение, что если психолог не зарегистрирован в каком-либо виде, в какой-либо форме, то, соответственно, аккаунты таких психологов будут заблокированы. Потому что я точно знаю, скажем, по-моему, года 3 или 4 назад и был, ну, в смысле не было, но есть большой сайт, большой агрегатор, не только для психологов, он не специализированный, а вообще для тех лиц, которые какие-то работы делают, услуги. Ну, не суть. Это общероссийский большой сайт. И, соответственно, он заблокировал те аккаунты психологов, у которых не было никаких документов об образовании государственного образца. То есть, если это были какие-то курсы, там, не знаю, еще какие-то, какое-то обучение не государственное, я даже не говорю о высшем образовании, а вот именно о негосударственном, хотя бы не было диплома о переподготовке. Такие аккаунты были заблокированы. Вот у меня есть пара знакомых, которые достаточно большое количество клиентов получали с этого сайта, и они были вынуждены как-то быстро пойти на переподготовку, и, соответственно, они после этого озаботились получением второго высшего образования именно по специальности психология, ну, поскольку вот именно для них это было важно. Опять же, я говорю как пример, то, что вопрос регистрации, агрегаторы или какие-то крупные, может быть, рекламные площадки, они могут привязать, ну, скажем, вашу деятельность и возможность там рекламироваться к вашему статусу. И еще один такой момент по поводу нашего законодательства. Все мы знаем, ну, наверное, вы тоже знаете, что нет у нас закона о психологах, о психологической помощи населению в России, но, соответственно, осенью было широкое обсуждение законопроекта некого предложенного в сообщество, я тоже участвовал в обсуждении его, там предлагали мы замечания, какие-то, наоборот, предложения по улучшению, ну, в общем, надеюсь, мы как-то, ну, в том числе в тех круглых столах, в которых я участвовал, мы донесли до авторов этого законопроекта и для тех лиц, которые вообще принимают решение, там, вносить его в Думу в качестве законопроекта или нет, ну, что этот законопроект не годится и, конечно, он вообще не отвечает интересам психологов. Но я даже сейчас не об этом, а о том, что в любом случае он когда-то будет опять разработан, переработан и внесен. Ну, может быть, там, не это весной, но раз уж как-то это начали, эту тему развивать, о нем эту тему могут и дальше продолжить. Несмотря на то, что первый заход еще с 2014 года, законопроект уже лежит в Госдуме, и он там благополучно забыт. Ну, кстати, второй он тоже во многом был списан с первого, но сейчас не об этом. А я хотел сказать о том, что и в законопроекте, и в будущем законе одним из критериев, одним из критериев, который будет предъявлен психологам, ну, помимо тех, которые предлагались, возможно, будет именно вопрос регистрации, вопрос официальной работы. Потому что, скажем, в том законопроекте, который вот первоначально вносился еще, получается, 9 лет назад, там прямо было прописано, что психолог – это индивидуальный предприниматель. Ну, тогда не было еще самозанятых, но вот про индивидуальный предприниматель там было прямо прописано. Вот в том законопроекте, который обсуждали осенью прошлого года, этот вопрос вообще был, ну, как-то забыт. Но, опять же, я больше чем уверен, государство у нас вовремя всегда вспомнит, что человек не посчитан и никак не зарегистрирован. Вот, поэтому это тоже один из моментов, которые нужно учитывать в своей работе, если вы уже работаете или только планируете работать, то есть как вы будете зарегистрированы и как это потом отразится на вашей деятельности, собственно, на возможности оказывать услуги легально. Вот. Возвращаясь первоначально к нашей теме этого эфира, я у вас хотел спросить, может быть, вы напишите в своих комментариях или в чате, как вы себя чувствуете, и это если этот задать вопрос самим себе, нужно ли для вас, важно ли для вас работать легально, есть ли у вас какие-то страхи по этому поводу, или, ну, если вы отвечаете, что да, это да, понятен ответ. Или, допустим, вы отвечаете нет, и так все нормально, у меня нет никаких там сомнений, страхов, я беру деньги и никаких проблем и тревог по этому поводу не чувствую. Вот. Просто тоже интересно, как вы сами к этому относитесь. Но, независимо ни от чего, повторюсь, что вы оказываете предпринимательские услуги. Соответственно, если вы работаете нелегально, то эта деятельность называется незаконной предпринимательской деятельностью. Ну, извините, за тавтологию. Вот. И существует ряд видов ответственности, как я их называю, за такую деятельность, за незаконную предпринимательскую деятельность. Есть у нас ответственность со стороны государства, соответственно, статьи в Кодексе об административных правонарушениях и, соответственно, в Уголовном кодексе. У нас есть статья 14.1 Кодекса об административных правонарушениях, которая прям посвящена именно незаконной предпринимательской деятельности, то есть деятельности без регистрации. Да, там прям небольшой штраф, там до 2000 рублей, но, тем не менее, такая статья есть, и я об этом вам говорю, чтобы вы тоже об этом знали. И, конечно, у нас есть статья 171-го Уголовного кодекса Российской Федерации незаконной предпринимательской деятельности. Сейчас не буду рассказывать там прям какие критерии и какое наказание может быть, и вообще, как это все осуществляется, но также вот хочу заметить, что такая норма есть. Конечно, вряд ли обычный частно практикующий психолог под нее попадет, но потому что там большие должны быть объемы доходов, но, тем не менее, мало ли, все у нас меняется, и критерии применения этой статьи также могут быть изменены. Следующий вид ответственности, мне кажется, еще есть такого, скажем, может быть, не ответственность, хотя я называю ответственностью, это как социальная ответственность, а, соответственно, это как к тому вопросу, что вы работаете, скажем, без регистрации, нелегально, как относятся ваши коллеги, ваши клиенты, может быть, в принципе, ваши знакомые, то есть, как относится общество к этому моменту, потому что все мы понимаем, что, ну, любой активный человек, гражданин любой страны, он должен платить какие-то налоги, которые установлены, ну, на обеспечение затрат каких-то общеполезных целей. поэтому вот этот вопрос тоже о нем не надо забывать. И третий момент, это может быть какая-то личностная ответственность или какие-то личностные страхи, потому что если вы работаете нелегально, то, мне кажется, это мешает развитию вашей практики, то есть, у вас возникают какие-то страхи, то, что вот вы берете деньги, не платите налоги, это как-то неправильно возможно, или страх проверки, что вот к вам придут государственные органы, скажут, что вы не платите налоги, вас оштрафуют, привлекут к какой-то ответственности. Это другой момент. Следующий момент это что недовольный клиент может на вас пожаловаться или он в какой-то конфликтной ситуации, в каком-то споре с вами он может использовать это как не рычаг, не аргумент, но какой-то как метод давления, что вот а ты вообще-то работаешь нелегально, хотя это понятное дело не относится к какому-то возможному предмету спора, но все мы понимаем, что люди используют все аргументы, когда они эмоционально спорят. Также страх может быть как-то открыто себя позиционировать, открыто заявлять себя, рекламировать там в соцсетях каких-то в открытых источниках, ну, зная подспудно, зная то, что вот вы работаете нелегально по нашему законодательству. Вот, поэтому все вот эти вот страхи, они на самом деле, как я уже сказал, они решаются по большому счету простым способом это регистрация. Повторюсь, в качестве самозанятого либо в качестве индивидуального предпринимателя. Как, чего регистрироваться, на самом деле, о чем я говорил в начале, ну, какие-то вот страхи, что это сложно, сложно работать, ну, на мой взгляд, нет. Особенно в качестве самозанятого, там простой способ регистрации, если кто работает, подтвердят. И никаких проблем с этим нет. Да, в качестве индивидуального предпринимателя может быть чуть сложнее, но также, на мой взгляд, никаких сложностей именно платить налоги, иметь какой-то отдельный счет, ну, также это все не сильно сложно, особенно, что какие-то действия, какие-то коммуникации с налоговой и вообще с государством, но они прям единичны в течение года, да, авансовые платежи и подача деклараций, ну, то есть, это все делается прям быстро и не то, что каждый день вам придется как-то взаимодействовать именно по этим вопросам, а нет. Вот, соответственно, об этом, обо всем я буду рассказывать в цикле онлайн-встреч, по, которая, ну, кратко называется, это юридические аспекты деятельности помогающих специалистов. Этот цикл онлайн-встреч будет проводиться, ну, соответственно, на платформе ассоциации, будет проводиться в течение всего мая. По средам будет, предполагается, пять встреч, каждую среду мая вечером в семь часов, да, в девятнадцать часов, в семь часов вечера. Вот, продолжительностью примерно часа полтора, плюс ответы на вопросы. Соответственно, эти встречи будут полезны, этот курс будет полезен, ну, во-первых, тем, кто сейчас только учится, только начинает свою практику или предполагает начать свою практику, чтобы понять в принципе, ну, опять же, я повторяюсь, в каком статусе зарегистрироваться. Как платить налоги, сколько, в каком порядке, каким критериям должен соответствовать там самозанятый или дооборот, если он не соответствует или превышать какие-то критерии там по доходу и ему придется уже регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Если вы уже работаете, ведете свою практику и, соответственно, уже в каком-то статусе зарегистрированы, этот курс тоже будет, на мой взгляд, вам полезен, потому что также будут рассматриваться и другие моменты. Я прямо сейчас кратко пробегусь на пять минут по плану курса, чтобы рассказать, о чем будет речь. Соответственно, курс будет начать с общих вопросов, опять же, с вопросов, почему надо работать легально, и первый эфир будет посвящен первой встрече именно разбору понятия самозанятый и индивидуальный предприниматель. После этого вы будете понимать, какой для себя вид регистрации выбрать и вообще, как будет построена ваша работа. Вторая будет встреча, посвящена документам. именно документам это договор с психологом, договор психолога с клиентом, договор у психолога, если вы ведете какую-то групповую работу или обучение и отдельный вид, если вы работаете с юрлицом. соответствующие проекты, документы, проекты договоров естественно будут предоставлены и прям мы по пунктам с примечаниями все обсудим. И также будет представлено согласие о работе с несовершеннолетним клиентом, потому что, на мой взгляд, скажем, заключать договор с клиентом или письменный именно договор, но еще я сегодня об этом буду говорить, не всегда нужно. А вот если вы работаете с подростками, или с детьми, то подписать у родителей согласие на работу с их ребенком мне кажется всегда нужно. Я вот всегда советую тем, кто ко мне обращается, подписывать такое согласие. Оно там на одном страничке, ее не нужно особо изучать и обычно родители всегда его подписывают, но оно также как-то устанавливает некоторые границы и помогает именно, ну в данном случае помогает родителям не забыть, зачем они привели ребенка к психологу. И также во второй встрече мы разберем конфликтные ситуации, возможные конфликтные ситуации с клиентом, то есть если клиент недоволен, если он предъявляет какие-то претензии, может быть, если он распространяет какие-то сведения о вас. Ну и конечно таким трудным вопросом, к которому ко мне часто обращаются, это суд, то есть потенциальный суд с клиентом, если клиент не грозится подать в суд на психолога. А также разберем вообще в принципе возможно ли это со стороны клиента и если это вдруг в каких-то случаях, ну в каких-то случаях это естественно возможно, то как себя вести и как себя защитить, если уже прям дело дошло до конкретного иска, до дела в суде. Так, третья встреча будет посвящена как раз взаимодействию с нашими государственными органами, правоохранительными, налоговой, соответственно, с ответственностью возможность за нарушение законодательства как при работе нелегально, так и при работе легально. Ну естественно, я надеюсь, что такой ответственности у вас не будет, но тем не менее я должен рассказать какие штрафы, они небольшие, но возможно, если вы нарушаете порядок работы. Так, и что у нас там потом? Так, а, и в третьей встрече также вот, совсем забыл, там будет такой важный момент, это о сообщении или не сообщении психолога на сведения о клиенте. Ну потому что мы все понимаем, что естественно психолог по роду своей работы и в ходе своей работы, он естественно получает сведения о частной жизни клиента. Более того, есть такие ситуации, когда, ну если кто работает с суицидальными клиентами, то возможно вы получаете сведения о каких-то таких моментах или намерениях клиента. Соответственно, такой важный вопрос, о нем мало кто говорит именно с юридической точки зрения. когда нужно сообщать вот о таких намерениях. Кому надо сообщать, там, родственникам или, соответственно, правоохранительным органам, там, полиции, еще кому-то. Нужно ли сообщать, если вы узнали о преступлении клиента или в отношении клиента. Ну, там, о любом. там, о насилии в семье, о краже, не знаю, не буду сейчас все перечислять возможные варианты. В общем, о любом преступлении. Что тоже, что в данном случае делает психологу именно с точки зрения закона. Я понимаю, что есть какие-то этические нормы, там, нюансы ситуации, особенности, каждый конкретный. Это, естественно, нужно смотреть конкретную ситуацию. Здесь вам будет более понятно, как себя вести с этой точки зрения. Но я говорю именно с точки зрения закона, когда вы обязаны сообщать, о чем вы обязаны сообщать или не обязаны. Соответственно, если обязаны, то какая возможна ответственность, если вы эту обязанность нарушили. Вот это такой важный момент. Чуть не забыл, о нем тоже поговорил. Четвертая встреча будет посвящена обучающей деятельности психологов, если вы ведете какие-то курсы, тренинги, групповую работу, там что еще, супервизия также включается сюда. Также, какие есть юридические аспекты и моменты в этой деятельности. Ну, в том числе, там, по образовательной деятельности, как избежать возможность признания ее именно образовательной деятельности, необходимости получения лицензии, ну, и соответствующие все проблемы из этого. и момент нюансы работы за границей, некоторые нюансы и получения денег за границей. Понятие налоговый резидент, нерезидент, и также связаны с этим моменты по уплате налогов. И здесь же мы поговорим все-таки про законопроект осенний, потому что в любом случае нужно знать, какие требования государство предполагает вам предъявить. потому что повторюсь, как я вначале сказал, вот этот осенний законопроект, он во многом повторяет тот законопроект 2014 года, который ранее был висен. Ну, на мой взгляд, по степени проработанности он даже еще хуже, чем первый, но тем не менее какие-то моменты именно к статусу психолога, к определению психолога разработчики уже предъявили, ну, и уже предложили их к обсуждению. И, конечно, вот эти моменты надо разобрать. Я надеюсь, что они в таком виде, конечно, никогда не будут приняты, потому что это просто чрезмерно и непонятно вообще, как это будет осуществлено, как вообще это возможно осуществить. Я требую, мне которые были написаны в осеннем проекте. Вот, но тем не менее, скажем, требования по образованию, по включению в реестр психологов, по созданию какого-то общероссийского реестра, наверняка они войдут. Это лично мое мнение. Ну, по образованию естественно войдут, но по реестру тоже. Обычно все хотят посчитать. На примере адвокатов мы все находимся в реестре. У нас нет общероссийского реестра, у нас региональные реестры по каждому субъекту федерации, по каждому региону, но тем не менее, реестры есть, каждый может зайти на сайт адвокатской палаты и посмотреть адвокат Никитин, есть ли такой или нет такого. Вот, поэтому я думаю, что требования к реестру они тоже, конечно, останутся. И пятая последняя встреча, она будет посвящена разбору кейсов каких-то практических тех из моей практики и также я буду просить кураторов нашего курса, чтобы они услышатели собрали какие-то кейсы и на их практике, в смысле на их примере можно разобрать и какие-то пути решения конкретных проблем я посоветую на примере каких-то конкретных ситуаций, которые были с клиентами. Ну, скажем, вот, к примеру, просто для примера обращалась ко мне психолог, у него была конфликтная ситуация с клиентом, клиент, ну, во-первых, он просил снизить стоимость услуг, а в свою очередь она хотела завершить с ним работу, но там каким-то своим причинам не суть, и у них был подписанный договор, и, соответственно, она обратилась, как его расторгнуть, можно ли его расторгнуть, что делать с теми сессиями, о которых они договорились, и о которых он просит снизить стоимость, соответственно, у них еще была особенность, то, что они договором работа была онлайн, и они договор подписали путем обмена сканированных подписанных копий, у нас это не запрещено, но, тем не менее, тоже своего рода особенность этого договора, вот, ну, по поводу изменения стоимости, естественно, это вопрос двусторонний, и вопрос договоренности их сторон, тем более, раз уж у вас есть договор письменный, ну, тут я и посоветовал просто в устном какой-то форме отказать и сослаться на соответствующий пункт договора, ну, по поводу расторжения, опять же, с учетом, что договор онлайн, просто мы подготовили письмо о расторжении договора, с той даты, с которой она хотела его расторгнуть, вот, и тут был тоже один нюанс, и тоже я хочу прям даже на нашем сегодняшнем эфире всех предупредить, если вы оказываете услуги онлайн, то надо понимать, что тут несколько может быть нарушен принцип конфиденциальности и не со стороны психолога, не со стороны вас, а со стороны клиента, ну, потому что когда, если у вас очная встреча, вы, естественно, видите там, пишет клиент встречу, не записывает, не записывает, если вы работаете онлайн, вы никак не можете проконтролировать, записывает ли клиент с другой стороны экрана вашу встречу, или не записывает, он может вам не сказать, он может записывать каким-то своим причинам, а может у нее, ну, я тут не буду придумывать. Но, тем не менее, такая возможность есть. И какой момент был именно вот в этом случае, и также я хочу предостеречь, ну, особенно кто работает с какими-то такими клиентами, которые, возможно, требуют медикаментозного, какой-то еще медикаментозной помощи, или они у вас просят, ну, я сейчас утрирую, условно говоря, ситуация, клиент просит какого-то совета, вот я не могу уснуть, дорогой психолог, посоветуй мне какие-нибудь таблетки. Я тут даже не говорю, что выпиши там по рецепту, нет, ну, просто посоветуй. Соответственно, вы ему советуете по доброте душевной, или хотите помочь и так далее. Вы работаете онлайн, он вас пишет. Вы не знаете, как он дальше будет действовать. Может быть, он выпьет не одну таблетку, а всю пачку. Может быть, с ним что-то случится. Ну, вот это все в итоге может привести к нехорошим последствиям, потому что, скажем, запись эта будет найдена, и будет понятно, что это вы ему посоветовали. Вот. Я, конечно, сейчас немножко, ну, так, нагнетаю, и в обычной жизни, наверное, это вот не должно так случиться, и какого произойти. Но, тем не менее, я стараюсь предупредить о каких-то вот негативных возможностях, там, о нарушениях закона, которые, в принципе, могут быть. Соответственно, о той ответственности, которую он может повлечь. Так. Это то, что касается нашего курса. Соответственно, еще у нас тут еще есть время. Хотел еще сегодня рассказать про договор с клиентом. Потому что много вопросов мне задают по поводу договоров с клиентом. Нужно заключать, не нужно заключать, в какой форме заключать. Поэтому сейчас, не вдаваясь прям в какие-то конкретные нормы, конкретные пункты, просто хотел рассказать именно по необходимости заключать договор. Мы сейчас говорим о договорах с физлицом, вот, ну, с обычным клиентом. Потому что, если у вас будет договор с юридическим лицом, то, конечно, вам надо будет его заключать в письменной форме. Если же договор с физлицом, то обязанности, именно законодательно предусмотрены, обязанности заключать такой договор нет. Потому что договор – это вид сделки. Сделки у нас могут быть заключены в устной форме и в письменной форме. Соответственно, вы заключаете сделку в устной форме. Если же вы хотите все-таки заключить договор, то тут тоже надо подумать, в какой момент. В какой момент и зачем вы хотите заключить договор. Потому что если, скажем, человек вам только пришел, там у вас первая сессия, первая консультация, он пришел со своими какими-то тревогами, заботами и пришел за их решением. А тут вы ему говорите, там, здравствуйте, Мария, или здравствуйте, Роман, а давайте-ка мы вам заключим с вами договор, и такой ему распечатанный текст в двух экземплярах на четырех страницах на стол кладете. Ну, наверное, это может как-то оттолкнуть клиента. Может, он вообще первый раз видит какой-то договор, или он вообще не думал, что психологам надо будет заключать договор. Тут тоже надо думать, что ваша задача в том числе как-то продать свои услуги. И на первой встрече, вот мне кажется, предлагается подписать именно письменный договор, ну, немного неправильно. Вы можете просто упомянуть, что в своей работе, в любом случае вы же знакомитесь на первой встрече, в том числе рассказываете про какие-то условия работы с вами. Вы можете просто упомянуть, что иногда я заключаю там письменный договор. Такая возможность есть. Потом пройдет несколько сессий, и вы будете понимать уже в зависимости, вот как протекает ваша работа. Если все ваши устные договоренности соблюдаются, то, наверное, нет смысла заключать какой-то письменный договор. Если же наоборот, вы видите, что вот, может быть, как-то будет надо напоминать клиенту, так, в принципе, с ним все нормально, ну, то есть вы готовы продолжать работу, видите необходимость в этом, и он тоже видит. Но вот какие-то моменты вас не устраивают именно в порядке общения с ним, там, не знаю, оплата еще в чем-то, забывчивости. И вы можете ему напомнить и вернуться, сказать, вот я на первой встрече говорил, что есть возможность заключить договор. Ну, и, скажем, предложить ему это. Может быть, вот такая модель поведения, в данном случае именно по заключению договора с клиентом более правильная. Потому что, тем не менее, вот я говорю, что если человек вот забывает, то договор это неким образом, он укрепляет границы с клиентом и помогает вот с работой с такими забывчивыми клиентами. То есть когда прийти, не опаздывать, оплатить пропущенную сессию, когда предупредить о пропуске или о болезни, ну, тут вам лучше даже и понятнее, какие моменты нужно говорить. А вот в этом случае договор, он может помочь. Также договор, на мой взгляд, вот когда он нужен, это если вы ведете, возможно, групповую работу, чтобы все участники этой групповой работы, это какая-то длительная работа, чтобы все участники групповой работы понимали, что у них какая-то одинаковая статус, одинаковые права, обязанности по работе в этой группе. И особенно, если это какая-то финансово важная для вас работа, то условия, скажем, чтобы приписать условия выхода из группы по желанию участника, ну, потому что мы все понимаем, участник может взять и выйти, скажем, посередине, не знаю, какой-то полгодовой или более длительной работы, и он может попросить, опять же, в зависимости от условий оплаты, он может попросить деньги назад, сказать, ну, вот я недоволен, наверное, ника мне все деньги там за прошедшие месяцы назад. И возникнет у вас некий спорник, некая конфликтная ситуация, которая не будет урегулирована документом. Возможно, группу будет предусматривать какие-то условия исключения участника из группы. Поэтому при групповой работе, естественно, тоже вы сами смотрите, и вам виднее, какая это будет группа, какие участники, на каких условиях она будет устроиться, ваша работа. Но, тем не менее, если вы работаете с группой именно вот с такой, то я советую подумать, и, возможно, в этом случае вам нужен письменный договор с каждым из участников. Так, еще что хотел сказать. Так, по поводу договора, ну, может быть, еще прям на 5 минут и с временем остановлюсь именно на структуре договора. Ну, если вдруг вы встретите или вам предложат кто-то какой-то договор заключить. У нас есть гражданский кодекс, который регулирует все виды договоров, в том числе и договор об оказании услуг. Это, по-моему, 37 глава. Ну, можете сами найти, посмотреть. Особенность договора об оказании услуг, она такая, что он не зарегулирован законодателем. Потому что, если взять, например, договор подряда, вот прям перед этим идет, то там будет множество норм, там, статей, на такой случай, акты, сметы и все такое. Договор о оказании услуг, в принципе, он, ну, оставляет широкое поле для регулирования и для прописания там всех договоренностей, которые вы достигли с клиентом. Ну, конечно, не нужно туда включать то, что не нужно включать. Не знаю, там какие-то положения из этического кодекса, еще чего-то. Именно нужно прописать то, о чем вы договорились. И то, скажем там, те моменты, которые в случае нарушения будут, ну, будут, мол, или не будут, а могут привести к какой-то конфликтной ситуации. То есть, понятно, надо, в договоре должен быть предмет договора, это, собственно, о чем вы договорились. То есть, там, вы оказываете услуги, можете назвать их психологическими консультациями, сессиями, тут неважно, скажем, ну, любым термином, который отражает суть этих услуг. Это предмет договора. И, естественно, потом порядок оказания услуг. То есть, это даты, количество консультаций, их время, продолжительность, ну, все, что, о чем вы договорились. Далее идет раздел о правах и обязанностях сторон. Это, в основном, это, ну, скажем, раздел о порядке изменения тех договоренностей, вот, которые, извините за автологию, вы прописали. Это когда нужно предупредить о пропуске, там, в какой форме предупредить, что будет тогда с данной конкретной консультацией, сессией, она там переносится, или клиент за нее платит или не платит, или, наоборот, в общем, что происходит с оплатой. Вот эти все моменты. Ну, и также, естественно, обязанности психолога, то, что он там обязан, в принципе, провести эти консультации, провести лично, предоставить помещение для проведения этих консультаций, сессий. Вот такие моменты. Дальше, собственно, порядок оплаты. Стоимость ваших услуг, порядок изменений, если вы договорились, что стоимость может меняться. Ну, и, в принципе, передача денег, наличная, безналичная, это обычная, скажем, фраза в договоре. Далее идут пункты об изменении договора, о расторжении договора. Тут надо понимать, вот, кстати, один из моментов, тоже о нем хотел сказать. Договор услуг всегда может быть расторгнут по желанию сторон. То есть по желанию психолога либо по желанию клиента. То есть есть договоры, которые у нас не могут быть расторгнуты, либо могут быть расторгнуты, я имею в виду, не могут быть расторгнуты по желанию одной из сторон. Либо могут быть расторгнуты только при определенных случаях, которые будут прописаны в договоре. А договор услуг, он расторгается просто, И поэтому тоже тут нужно понимать и помнить об этом. Но, тем не менее, вы можете прописать какие-то моменты в порядке расторжения в этом договоре, если вам это нужно. Тут же вопрос об ответственности сторон обычно пишет в соответствии с законодательством, потому что вряд ли имеет смысл при работе с клиентом, который все-таки в вашей профессии предполагает какой-то уровень доверия, но вряд ли стоит прописывать какие-то неустойки за неоплату, высчитывать проценты. Ну, мне кажется, это лишнее. Но это лично мое мнение. Тем не менее, прописать можно, закон это не запрещает. Вот. И дальше, ну, в принципе, все. На этом уже идут подписи сторон, реквизиты. И, наверное, все. А, единственный такой момент, тоже смотрите, это порядок разрешения споров. Старайтесь и настаивайте, ну, особенно если вы будете предлагать, то прям сразу прописывайте то, что все споры, вот убирайте фразу, что споры рассматриваются в суде согласно законодательству. Пишите в суде по месту регистрации исполнителя. Ну, исполнитель в данном случае вы исполнитель. Потому что может возникнуть такой вопрос. Вот прямо сейчас у меня есть клиент такая, она не психолог, она другой помогающий специалист, она больше по обучению. И, соответственно, у нее был договор один на обучение человека, а другой, скажем так, ну, на продвижение услуг. Вот этот же человек, которого она обучила, она, он уже продавал свои услуги через нее. И, соответственно, с моментом по обучению там еще сложнее, потому что она ИП, и она подпадает под закона, как его? Закон о защите прав потребителей, простите. Вот. Соответственно, по закону о защите прав потребителей, потребитель может подать к исполнителю иск по месту своего жительства. А у нас в данном случае клиентка, она зарегистрирована в Хабаровске. Ну, это отдельный вопрос, тут его никак не изменишь, ничего тут не сделаешь. А вот по второму договору, где у них есть некоторые там финансовые разногласия, причем взаимные, соответственно, каждый подает, поскольку не прописан суд, куда подавать, каждый подает по месту жительства ответчика. Вот теперь мы неким образом ждем, подаст ли та сторона по месту жительства моей клиентки, потому что иначе, если клиентки подавать, опять же, мы едем в Хабаровск. На другой стороне, что, конечно, это неудобно. Вот, поэтому такой нюанс, я о нем всегда говорю, это несложно, и обычно, ну, если честно, кто не обращает внимания, ну, мало кто, прописывайте этот момент в договоре. Вот, в принципе, все, что я сегодня хотел рассказать в этом эфире, поэтому, если есть вопросы там по эфиру, по курсу, то задавайте, я отвечу, постараюсь ответить. Сейчас я прочитаю, тут мне так проще будет. Соответственно, вопрос от Ксении. У меня такой вопрос. Согласно законопроекту о психологической помощи, диплом гособразца о профпереподготовке будет считаться документом, который дает право на психологическое консультирование. С таким дипломом планируется возможность получить лицензию, если будет лицензирование, или лучше стоит подстраховаться и получить второе высшее, как вы считаете? Ну, лицензирование, как такового, законопроект не предусматривал. И, я надеюсь, не будет предусматривать какое-то получение дополнительной лицензии. Вот, соответственно, да, если, ну, тут же опять, вот, как вам ответить на этот вопрос, если исходить из того законопроекта, но он не пошел, скажем так, в работу, то, да, документ, он бы считался, который дает право на психологическое консультирование. Но вот одним из замечаний всего сообщества было то, что вот этот вопрос, какое именно высшее образование, он был нечетко прописан. Потому что там, даже в самом законопроекте, если в самом начале, где были термины, там было, я сейчас не помню наизусть, но, в общем, были другие требования к образованию, чем те, которые были прописаны уже там в статье 6, по-моему, именно конкретно посвященной понятию психологов. И вот эта вот неопределенность, она была. Тут я боюсь ответить на вопрос, ну, нужно ли подстраховаться. Если у вас есть такая возможность, то, конечно, лучше получить диплом о втором высшем образовании. Потому что, ну, тут не готов именно ответить, какой в итоге, какие требования будут приняты. Так, и тоже вопрос от Ксении. Можно ли привлечь к ответственности психолога-консультанта, если в процессе работы он навредил клиенту тем, что пытался работать в зоне ответственности психотерапевта? При условии, что договор с клиентом не было подписан, а сам психолог как самозанятый или ИП не зарегистрирован. В данной ситуации будет несложно доказать, что услуга оказывалась в принципе и привлечь за незаконную деятельность. Но можно ли доказать, что такой психолог действительно навредил клиенту, работая не в рамках своей компетенции, если не было записи встреч и так далее? Есть такая проблема, когда незарегистрированный, а часто и без образования психолог делает не свою работу с клиентом, которому нужна помощь психотерапевта. И не совсем понятно, как с точки зрения закона сейчас можно в таких ситуациях действовать. Тут, конечно, много вопросов. Сейчас я попытаюсь как-то с чего начать. Начать, наверное, с того, что, возвращаясь к тому, что нет закона о психологической помощи, у нас нет в принципе определения психолога с точки зрения закона, и у нас нет определения психотерапевта. Я сейчас не беру, да, есть там пару подзаконных актов Минздрава и еще какой-то, я сейчас забыл, что касается медицинских психологов. Вот если этого не брать, то, в принципе, у нас определения таких нет. Поэтому тут не важно, скажем, зарегистрирован он в самозанятом или индивидуальном предпринимателе. Если вопрос какого-то вреда клиенту, тут вопрос регистрации, он в принципе не важен. Потому что вопрос регистрации, к большому счету, вот если не брать какие-то личностные там страхи и тревоги, он волнует только государство. Ну, то есть, платите вы налоги или нет, грубо говоря. Это не вопрос клиента. Вопрос клиента – это качество тех услуг, которых вы оказываете. Помогаете вы ему или нет. Вот, поэтому навредил. И вот это вот, как вы именно вначале написали, если он пытался работать в зоне ответственности психотерапевта, ну, никто не сможет определить, особенно сейчас, когда нет у нас за законом установленных понятий, где зона ответственности психолога-консультанта, как вы пишете, а где здесь зона ответственности психотерапевта. Ну, никак это не определишь. А вопрос вреда клиенту – это вопрос уже, скажем, клиента, если он предъявит соответствующие претензии, то как соотнести, ну, во-первых, как он определит, что за вред ему причинен, как он, ну, какими доказательствами он будет доказывать, что это именно вред, и это именно вред от работы психолога. Ну, и вопрос всегда обычно, когда мы говорим о вреде, это о каких-то требованиях по возмещению вреда, мы говорим о деньгах. Соответственно, как он их оценит, этот вред, и на основании чего он оценит его, там, ну, утрировать в 100 рублей, а не в 1000 рублей. Поэтому вот с точки зрения закона нет никакой разницы, зарегистрированы вы или нет, с образованием вы или не с образованием. Это не будет учитываться. Опять же, повторюсь, потому что пока закона нет. В принципе, ну, если честно, любой человек может назвать себя психологом и начать работать, как-то рекламироваться. Но тут вопрос, сможет он продать свои услуги или нет, и насколько это, там, этично, еще что-то, это другой вопрос. Но поскольку закона нет, то, как говорится, и суда нет. Скажем, есть у нас закон об образовании, понять учителя, есть закон об адвокатах, о полиции. Ну, много всяких законов по разным профессиям. Психологу, к сожалению, пока нет. Поэтому вот такая ситуация. Вопрос от Арины. Здравствуйте. В осеннем законопроекте диплом бакалавра не считался достаточным для деятельности психолога. Как вы считаете, насколько вероятно этот пункт будет принят в итоге? Опять же, тут просто вот не готов ответить, чтобы потом, потому что не готов предсказать, что опять напишут сочинители законопроектов и что будет в итоге, ну, скажем, хотя бы в законопроекте. А вопрос, то, что будет в итоговом законе, ну, вообще трудно предугадать. Так, вопрос от Кирилла. Здравствуйте. Ранее читал, что для психолога, консультирующего официально, недостаточно регистрироваться в качестве самозанятого, а необходимо регистрироваться в качестве ИП. Скажите, пожалуйста, так ли это? Нет, точно, абсолютно точно нет необходимости регистрироваться как ВП. Ну, если у вас нет каких-то специальных причин для регистрации, ну, в основном это доход, я имею в виду уровень дохода, вполне достаточно будет зарегистрироваться самозанятым, и это будет считаться официальной работой, потому что вы официально согласно закону зарегистрированы, и вы официально платите налоги из тех доходов, которые вы учитываете, которые вы получаете. Поэтому нет обязанностей регистрироваться в качестве ИП, точно нет. Карина, вопрос от Карины. Добрый день. О грядущем законе есть большое беспокойство. У нас есть разные ассоциации психологов, психотерапевтов. Не надо ли нам, психологам, в скобочках, без медицинского образования создать свой профсоюз для защиты? Ну, вот именно в такой форме я не совсем уверен, потому что все-таки профсоюз, он, ну, если в более широкой форме создать какое-то общее, я имею в виду объединение для защиты своих прав, возможно, но это будет не профсоюз, потому что именно форма профсоюза, она предусмотрена для защиты прав работников, ну, тех работников, которые работают по трудовому договору. Ну, скажем так, это в МЧС могут психологи создать свой профсоюз работников МЧС. А именно частно практикующие психологи просто в этой форме, ну, как вы используете слово профсоюз, нет, ну, просто это невозможно. Вот, а по поводу ассоциаций, тут тоже вопрос, ну, забегая вперед, это именно к закону проекта, потому что тот, который был предложен, совершенно не учитывал те ассоциации, которые, объединения, которые уже сейчас имеются, и которые благополучно работают. То есть там предлагалось создать какое-то всероссийское объединение психологов. Опять же, непонятно, как оно было бы создано, ну, если я имею в виду непонятно, по крайней мере, из законопроекта, может быть, кому-то понятно. Но из законопроекта было непонятно, во-первых, как оно будет создано, как оно будет работать, и как оно будет взаимодействовать вот со всеми теми ассоциациями, объединением психологов, которые уже сейчас есть. Вот какова их будет роль, какова их будут права, обязанности, их как объединение, их членов психологов, вот в частности, как членов какой-то конкретной ассоциации. Так, пока я больше вопросов не вижу. Анастасия, вы тогда подскажите, тогда можно заканчивать? Вот, все, мне подсказывают, что больше вопросов нет, поэтому я с вами прощаюсь. Хорошего вечера, спасибо, что участвовали, слушали меня. Соответственно, приходите на мой курс, буду рад рассказать все подробно. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok